На момент аннексии телеканал ЭТР уже был самым популярным каналом в Крыму. Причем смотрели его не только крымлы, а не только крымские татары. Но дело в том, что каналу ЭТР противостояла армада российских СМИ, которая всю Украину атаковала, и конкретно Крым. Там все эти филиалы русских газет, филиалы русских радио, всяких все. Это было просто, мы бились, когда ЭТР это очень качественный, очень хороший канал. Но мы были в окружении врага, которому никто не противостоял, кроме нас, фактически. И даже в Киеве. Мы же знаем, что там было все эти годы. Вообще, очень хороший, правильный вопрос, что любая война, проигранная или какая-то потерянная территория, это проигранная пропагандистская война, проигранная информационная война смыслов. И очень интересно все, что говорили по поводу деталей оккупации, этих неконкретных. Это все еще в истории будет восстановлено по минутам. Я уверен, что сейчас такие времена, что это все по минутам восстановится. Но главное, что Аннексия, то есть Крым потеряла Украина, он был оккупирован фактически задолго до. И даже до Януковича. Почему? Потому что главное оружие в любой войне, большой, гибридной войне, это ложь. И вот эта большая ложь, которая была применена против моего народа, это ложь про то, что крымские татары предатели, которая шла еще от времен Екатерины, под этим предлогом защищали Крым от нашего народа. Потом в 19 веке, просто мало кто знает, там 4 пятых выселяли в 61-62 годах 19 века. Потом тотальная депортация в 44-й год. Вот эта советская идея, крымские татары предатели, 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 предатели. Она привела к тому, что когда мы вернулись, это все продолжилось. И на крымских татар показывали пальцами и говорили, это если вот русский брат, а крымский татарин враг. Это десятилетиями, полтора-два десятка лет, сколько там насаждалось, это и при Украине уже независимая, да? Этому почти никто не противодел. Россияне это только потакали, они такие публикации заказывали, я это знаю. Под каждый 18 мая выходили публикации на НТВ, на всех этих, которые в Крыму показывали, в Украине показывали свободно. Какие крымские татары плохие, как они захватывают землю, как они там такие подлые, коварные турки. Мы турки, 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 турки. Мы обязательно должны увезти Крым в Турцию, в Турцию, в Турцию. Это годами внедрялось в мозги в том числе украинцев, да? Хотя в минуточку просто чуть-чуть задуматься, как мы могли хотеть быть в Турции. Мы хотели быть всегда не в Турции, потому что в Турции нас не будет через 20 лет. Как украинец растворяется в России, потому что там тоже славянская группа языков, и это больший народ, да? Это просто идиотизм. Это как львовянин хочет жить в Россию. Прямо вот спит и видит, хочет к России присоединить в Овскую область. Это абсолютно бредовая, контроверсийная, 180 градусов наоборот ложь. Черная и белая. Оруэлл, понимаете? Но этот Оруэлл сидит до сих пор в головах у чиновников в том числе. Это, конечно, стало уже не так после Майдана и после аннексии, но эта клевета на мой народ, эта ложь, она продолжает остаточно работать и сейчас. Тогда она сработала на то, что не было практически близок к нулю был процент. В СБУ, там вообще ноль, по-моему, был. В МВД, везде в силовых структурах. Да вообще нигде в органах власти крымских татар можно было вот на двух пальцах рук просто брали там для виду, так, вот так, по-честному давайте скажем. Вот. Значит, поэтому, когда русские пришли, кто их встречал? Их встречали те, кому рассказывали, что русские это братья. Они были либо этнические русские, либо этнические советские, как я называю, да? У них не было украинской идентичности у большинства. У них были промыты мозги за советские времена. И враг у них был один. Это крымские татары. А друг у них был один. Это русские. Поэтому даже ментально выстрелить, вот об этой проблеме тоже, надо сказать, ментально солдат, условно украинский, находящийся в Крыму, он не мог в русского. Первый выстрел прозвучал 503 бат морской пехоты. Это много позже это было уже, да? Просто приказ отдать, стрелять в русского был невозможен для той ментальности украинской, которая была колонизирована российским медиа, российскими дискурсами этими, да? И вот в чем главная причина. И если бы ставка была сделана на коренное население Крыма, если бы в этих силовых структурах было по 30-40% крымских татар, там и русские не сунулись бы даже. Если бы Крым был не русской автономией, а крымско-татарской автономией, то русские не попали бы даже, идеи бы не было туда соваться. Но они на то работали, чтобы этого не было. Они дискредитировали наш народ, в том числе и в украинских СМИ, условно опять. Я думаю, Майдан это не считогибридная вся история, да? И тут выходили сюжеты про крымских татар, про какие мы звери. И такие мысяки, и всякие разные, да? И дикари, и пришельцы, как пупуасы какие-то, да? Но самое интересное, что мы и сейчас, вот мы даже обсуждая эти вопросы, я так как вот смотрю, слушаю, очень хорошие дискуссии, но даже вопросы, которые мы обсуждаем, они все равно лежат в духе российских, закинутых уже Россией в головы всем каких-то идеологем. Первого идеологема. Вот вы даже спросили, я не обвиняю просто всем, это просто, я понимаю, зачем вы вопрос задали, но есть ли сопротивление в Крыму, да? Внутреннее такое, такое. Такое, это странный вопрос, потому что он уже как бы подразумевает вот этот русский дискусс, что все были за. Ну какой может быть, ну все же были за. Ну мы же всем объяснили, что все были за. Ну это русский весна, просто чисто случайно Украина там была, а все были за. Неправда это. Потому что, ну во-первых, говорить о сопротивлении внутри лагеря сложно, да? Вот это как соцопрос проводить в Северной Корее. Вот у нас некоторые украинские журналисты проводили опросы в Крыму, в оккупации. Подходит, значит, тут ФСБшник, там, значит, три наряда ментов, и они стоят и спрашивают, а вы хотели бы жить в Украине? Спрашивает он в оккупированном Крыму. Но эти вопросы нельзя не либо проводить, либо публиковать. Это нарушение уже на эскетике. Это первое. Второе. Значит, мы как бы находим подсознательное объяснение, почему мы не будем бороться за Крым. То есть, а вот все-таки, ну все-таки там же, все-таки они хотели же там жить. Может быть и хрен с ними, да? Да нет, не так. А еще есть вражение, да, впечатление, есть факты. Общаться можно с разными людьми. Разные люди тебя окружают. Плохие, хорошие. Но есть факты. Вот телеканал АТР зафиксировал факты, которые вот у нас в архиве хранятся. Выборы. Выборы. Этот референдум в кавычках. Симферополь. Там самая большая чутиявка, там они нарисовали. А тогда они в демократию играли. Прозрачные урны были, да? И можно было снимать. Несколько участков за 15 минут до закрытия. Канал АТР. В прямом эфире заходит на участки. Спрашивает у комиссии вот этой сидящей. Сколько проголосовало? 1200 человек. Они на камеру переводят на эти, там нет 1200 бюллетеней. Там их 300-400. Тогда Мустафа Ага сказал, что было 34-36 процентов, по-моему, так сказал, проголосовал вообще из всего. 27-33. Ну вот так, да. Ну оценочная примерно около третьей, да? Никто же не верил ему. Потому что Россия всадила, что вот русская весна, все за, вот они пьяные, там Алена Апина, водка, горбонь, морковь, там вот это все, да, на площадях. Это все их был пиар. На самом деле в реальности даже русскомирные не пошли. Вот правильно Володя сказал? Они большей частью пассивные. Они ждут, кто придет. Танк приехал, так, развернулся, и ничего. Они не бойцы. Там больше 200 человек не выходило. Эти митинги против крымских татар вышли действительно с переодетой солдатой. Потому что там 200 бабушек в Севастополе, там, кораблю НАТО там показывали какие-то жесты, да? Все, там не было этого, ничего. Масса народов. Но пассионарная часть, сознательная часть, она была проукраинская. И она остается. Дальше.